Щербатых Вадим, клуб «Неизвестный солдат». Сейчас я конкретно в форме военизированной пожарной охраны НКВД на конец войны. Военизированной пожарной охраной занималась охраной каких-то объектов, заводы какие-то и так далее, склады армейские, те же артиллерийские. И поскольку они все были в ведении, скажем так, органов, поэтому и охрана пожарной была своя. Городская пожарная охрана тоже сходила в систему НКВД, но она, понятное дело, приезжала просто на вот там, жилой дом горит, приезжает гражданская пожарная охрана. Почему решили реконструировать именно это подразделение? Ну, потому что вообще военизированной пожарной охраной НКВД практически никто в России не занимается. Лично я знаю двух человек, которые пошили себе полные комплекты. Из них всего один пошил себе комплект на довоенную пожарную охрану. Там она очень сильно отличается, форма. Вот. Ну, плюс это достаточно необычное это подразделение. Форму такую особо нигде не увидишь, погоны тем более. Там те же фуражки у них другие были. А в чем особенность фуражки? Можно их покупать? Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. У них своя кокарда. У них козырек защитного цвета. Защитного цвета ремешок. Плюс кант малиновый. Ощущение, что это что-то с гражданской войной. Знаете, как будто бы там тоже такие смоли... Можно же, да? Конечно. С малиновыми макантами. А найти такую фуражку вот в оригинале реально нет? Оригинальная форма изредка попадается на аукционах. Стоит она, ну, как крыло от самолета. Серьезно? Серьезно. Вообще оригинальная форма достаточно дорогая вещь. Потому что там цены доходят действительно, ну, какие-то заоблачные бывают. Реконструировать пожарную охрану и общевысковые части, вот, если, ну, по цене сопоставлять это, это как? Сначала покупаешь комплект на РКК, а потом просто меняешь некоторые в нем детали. То есть проще сначала собраться на Красную Армию. А, то есть есть основа? Конечно, да. Сначала начинаешь. Та же гимнастерка на мне, это обычная солдатская гимнастерка. Вот сейчас на мне. Вот. То есть я просто могу поменять погоны. Например, повесить, ну, значок какой-нибудь там, например, отличный пожарный. Что-нибудь такое. Вот взять эту фуражку совершенно другую. И, в принципе, все, ты готовый пожарник. А в чем мотивация? Выделиться из толпы реконструкторов? Это тоже. Плюс тут еще такой момент. Чем разнообразнее у тебя комплекта формы, чем больше у тебя каких-то деталей, тем чаще ты можешь попасть, так сказать, в центр внимания, например, тот же. В кино могут позвать, позвать сниматься. Потому что тебе уже никакой реквизит не нужен. Ты в своем пришел. Нужен там вот как раз пожарный на 45-й год. Вот он, я, пожалуйста. Плюс пожарная охрана привлекает внимание еще чем. Ты в какой-то непонятной форме. У тебя какая-то непонятная звездочка на фуражке. На ней какие-то непонятные символы. У тебя какие-то непонятные погоны. Ах ты кто? Это, подожди, это актуально в комбинете реконструкторов. Это когда на тусовках для обычных людей. Это все одно и то же. Ну, вот сейчас будет реконструкция. На самом деле нет. Нет, в пожарном я сегодня бегать не буду. Все-таки пожарные прогунили освобождали. Нет, на самом деле, вот вчера мы здесь же ходили. Да, то есть даже простые зрители, у которых все, наверное, это дико, куда они все подходят. А что это такое? А что такое ВПО? Это вы белогвардеец? Да, вы белогвардеец. Да, а почему ВПО? Что такое ВПО? А что такое 20? Да, что это за фуражка такая? А вы кто? То есть тут такой вот момент. Ты привлекаешь внимание, понятное дело, к себе. Плюс, как бы, иллюстрируешь. Вот еще одну такую страницу вот из истории страны, что, да, вот пожарная охрана, военная пожарная охрана была, есть гражданская пожарная охрана. То есть куча всяких таких вот моментов, они все равно имеют прямое отношение к истории. Вот. И ты, как бы, так вот, ты живая иллюстрация истории. От отдельной странички.